В Таджикистане установили ограничения по длине бороды для имамов. Первые отказы родителей от государственного списка имен. Китай наращивает объемы финансовой поддержки Таджикистана. Глава Хукумата района Дусти, Хатлонской области Таджикистана, Салахиддин Араджабзада установил для местных имамхатыбов ограничение по длине бороды. Теперь можно отращивать не более 3 см. Об этом он сообщил в беседе с журналистами. По словам Араджабзада, 3 см борода соответствует культуре и религии таджиков. Насрулло Файзуллоев, имамхатыб Центральной мечети района Дусти, в беседе с Радио Азади сказал, что длина бороды у последователей ханафитского мазгаба не должна превышать один сжатый кулак. Такая норма ношения бороды была установлена Советом Улемов Таджикистана в ноябре 2012 года. Моя борода соответствовала установленным Советом Улемов нормам, но власти района попросили подстричь бороду и сейчас длина моей бороды не превышает 3 см, отметил имамхатыб. Отметим, что 2 года тому назад в Таджикистане режим начал кампанию по борьбе с ношением бороды. Во всей стране сотрудники милиции задержали сотни тысяч мужчин. После установления личности и снятия отпечатков пальцев задержанным насильно сбривали бороды. В одной только Хатлонской области местные власти принудительно сбрили бороды почти 13 тысячам мужчин. О чем тогда с гордостью отчитался на пресс-конференции перед журналистами начальник ОМВД Хатлонской области Бахром Шарифзада. Примечательно и то, что имамхатыбы полностью поддерживали действия властей, направленные на борьбу с бородой, прикрываясь и оправдываясь принадлежностью к ханафитскому мазгабу. Что же касается ислама, то очевидно, что шариат не ограничивает длину бороды и не обязывает какой-то определенной ее длине. А потому все требования властей и совета улемов недействительны, противоречат шариату и грубо нарушают права жителей Таджикистана. И все это не говоря уже о том, что борода избрана властями предметом атаки только как символ ислама и его возрождения в народе региона, и никак иначе. С момента официального утверждения правительством Таджикистана, реестра национальных имен, уже зарегистрировано 26 случаев отказа со стороны родителей дать имя ребенку строго в соответствии с реестром. Об этом сообщила глава комитета по языку и терминологии при правительстве Таджикистана Кавхар Шаровзада. С момента издания, реестра национальных имен, в спецкомиссию обратились родители 26 детей, которые захотели назвать своих детей иначе, сказала она. Родителям, обратившимся с просьбой назвать своих детей, Асма и Абдулла была отказана, их попросили выбрать другие имена. По предварительным данным Министерства финансов Таджикистана, внешний долг страны в первом полугодии текущего года приблизился к критической отметке 40% от ВВП страны, достигнув 2,3 миллиарда долларов США. Причем 1,2 миллиарда приходится на долю Китая. Но, несмотря на это, режим продолжает брать займы для строительства правительственных зданий. Таджикские власти планируют строить новые парламентские и правительственные комплексы. Стоимость будущего парламентского комплекса составит 230 миллионов долларов. Глава Комитета по архитектуре и строительству Джамшет Ахмадзада сообщил журналистам, что деньги для строительства парламентского комплекса власти нашли у Китая, который согласился выделить 230 миллионов долларов. Ахмадзада сообщил, что ведутся переговоры с правительством Китая относительно предоставления финансовой помощи для строительства правительственного комплекса. Примечательно, что чиновник не сомневается, что запрашиваемые средства, которые тоже планируются привлечь на безвозмездной основе, будут предоставлены. Ахмадзада также отметил, что китайская сторона советует Таджикистану строить и не беспокоиться о деньгах. Во властных структурах считают, что средства эти нужно использовать, пока дают, советуя при этом журналистам не задавать неуместные вопросы. Но любого здравомыслящего человека эта благосклонность Китая должна настораживать. Дело в том, что Китай за последние 10 лет превратился в главного финансового донора Таджикистана. На данный момент Китай является основным кредитором Таджикистана, на его долю приходится 52% от общего объема внешнего долга страны. Также он находится на первом месте по объему вложенных инвестиций в экономику республики, обогнав Россию. Политолог Сабир Хамидов считает, что Китай располагает крупными свободными финансовыми ресурсами, и часть этих средств будет использоваться для укрепления своей позиции в противоборстве за доминирование в регионе с другими крупными державами. Китай не будет отказывать в предоставлении кредита или даже грантов таким странам, как Таджикистан. Он прекрасно понимает, что получив запрашиваемую поддержку, маленькие страны автоматически становятся ему обязанными, и в свою очередь не будут уже отказывать в оказании тех или иных услуг, которых от них захочет Китай, говорит Хамидов. На примере Таджикистана мы видим, что практически все богатые золотоносные месторождения республики разрабатываются китайскими компаниями. Китайские фермеры получают земли для выращивания сельскохозяйственных культур. Китайским компаниям разрешается размещать на территории республики вредоносные предприятия – цементные заводы, которые КНР из-за резкого ухудшения экологии планирует полностью вывести за свои пределы, считает эксперт. В любом случае, что-то придется отдавать взамен. Будут выдвигаться условия, которые получатель помощи обязуется выполнить, тем более если речь идет о финансовых средствах в таких крупных размерах. А вот какие же конкретные условия были выдвинуты Китаем при предоставлении этой помощи, скорее всего, мы никогда не узнаем. Комментирует ситуацию с журналистом один неназванный таджикский экономист. Следует напомнить, что Китай уже была передана часть таджикской территории, которую официальная власть Таджикистана ранее назвала спорной землей, то есть ничейной. Доктор юридических наук Шакирджон Хакимов также уверен, что Китай хочет укрепить свое присутствие в Таджикистане и других центрально-азиатских государствах, как ведущая страна в регионе. При этом Китай подходит к достижению своих целей дифференцированно, учитывая специфику каждой из этих стран, прежде всего с учетом реальных социально-экономических и военно-политических проблем, заключил Хакимов. Продолжение следует...